До Нового года три недели. Многие уже задумались, а что подарить близким и друзьям. Кто-то даже приобрел символы Нового года. Свинки-копилки, свинки-глиняные, свинки на брелоках, выбор огромен. Кто-то пошел дальше и готов подложить близким настоящую свинью, живую. Какой характер у символа Нового года? Стоит ли дарить такой живой подарок? Об этом сегодня поговорим с директором Барнаульского зоопарка Сергеем Писаревым. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Викторович, а вот ваши свинки уже пользуются популярностью? Приходят люди, чтобы с ними сфотографироваться, селфи сделать? Да, нам поступает очень много звонков желающих сфотографироваться символом Нового года. Очень много. Ну, это действительно становится популярным и стало уже популярным, когда каждый хочет встретить Новый год, выставив в Инстаграм, в социальной сети свою фотографию именно символом Нового года. Поэтому заявки такие есть. Но мы, честно говоря, стараемся не издеваться над своими животными. И, в общем-то, в принципе, всем отказываю, поскольку в городе сегодня, в фотостудиях, очень много приобрели маленьких свинок породы пиги, которые пользуются большой популярностью. И я вижу по социальным сетям уже многие сделали такие фотосессии и выставили эти фотографии. У нас пиги тоже есть, но мы их приобрели, мы каждый год приобретаем то животное, которое является символом года, для того, чтобы просто в новогодние каникулы дети могли увидеть этих животных, которые представляют будущий год. И поэтому у нас разноцветные свинки. Это белая, это черная, это серая корейская свинья и вьетнамская черная чернобрюха. Для того, чтобы ребятишки могли это увидеть вегетриалии. Ну и, конечно же, наши сибирские кабаны, которые тоже у нас живут, привезенные из города Красноярск. Тоже свинки. А сколько всего их? А всего у нас в настоящий момент 13, то есть 6 родились у нас. Вот. Остальные мы приобрели специально для того, чтобы, ну, можно было показать. Мы все-таки считаем, что зоопарк это образовательное учреждение и возможность родителям увидеть вместе с детьми этих животных. А они очень интересные, кстати, животные. Про свинок очень много легенд различных ходит и совершенно необоснованных. Вот. У нас же первое, это вот совершенно неправильно. Грязнули. Да, грязные говорят, как свинь. Да, да. Вот. А на самом-то деле это ведь не только свинки делают, это делают и многие другие животные. Тем самым они валяясь в грязи, они, во-первых, это выполняют такую очень своеобразную гигиеническую процедуру. То есть они убирают насекомых, паразитов, которые могут находиться на теле свинок. И, конечно же, в жаркую погоду они специально ложатся в лужи для того, чтобы покрыться вот этой грязной глиной, землей, для того, чтобы она засохла. И температурный режим, естественно, был другой. То есть это охлаждение. Так делают слоны, так делают бегемоты, так делают очень многие гладкокожие животные, которые обитают в природе. И поэтому необоснованная наша свинка называется вот таким вот грубым именем. А на самом деле, на самом деле это довольно-таки близкое по своему строению к организму человека животное. Потому что сегодня даже некоторые органы этого животного используются как трансплантанты. То есть это печень, это сердце, это легкое. И поэтому нужно уважительно относиться к этому символу. А само животное, если говорить о предстоящем будущем году, то животное доброе. Животное невраждебное по отношению к человеку. Животное очень доброжелательное, искренне. И поэтому мы никогда не слышали такого вот грубого, допустим, отношения этого животного к человеку. А дрессировке не поддаются? Отлично, отлично, конечно, да. И многие цирки имеют в своем репертуаре. Но мало того, что цирки, многие люди дома содержат этих животных. И, может быть, вы видели в социальных сетях сейчас в Инстаграме очень популярный ролик, когда домашняя собака пытается разбудить свинью, которая лежит на коврике в квартире. Главное, необходимо отметить, что и это в зоопарке тоже можно наблюдать. У свинок есть туалет. То есть они... То есть даже к лотку можно приучить? Совершенно верно, да. Они приучаются к лотку, и поэтому они ходят в туалет. И даже если они в природе, вот в вольере, допустим, в зоопарке они находятся, у них в определенном месте они находят себе место, где они определяют место, и они ходят постоянно только туда. Поэтому это довольно-таки порядочное, чистоплотное, а главное, доброжелательное животное. Ну, то есть, по большому счету, ту свинку можно считать вот домашним животным, квартирным, что ли? Домашним питомцем, но я бы все-таки относился, так будем говорить, очень осторожно по поводу нахождения вот этих животных дома. Потому что есть определенные, так будем говорить, ограничения, которые и по законодательству, так будем говорить, потому что, ну, иногда ведь неприятно, когда тебе с потолка что-то капает, да. А ведь уследить за этими животными, которые употребляют много жидкости, не всегда легко. Если, допустим, кошечка немножко там, то ничего страшно. А вот когда поросеночек много, то это не очень хорошо. И поэтому с этой точки зрения, конечно же, это небезопасно. Давайте еще минусы какие, потому что наверняка будут желающие подарить под елку настоящую свинку, чтобы этого не делали. Минус заключается прежде всего в том, что когда люди дарят животное, не спрашивая владельца, вот, а понравится тебе мой подарок или не понравится, ну, делают ради, так будем говорить, посмеяться, ради какого-то сюрприза, ради хохмы. А потом они 3 января, как правило, люди начинают думать, господи, зачем же мне это подарили, что же мне теперь с этим делать? Я знаю, что делать. Нести в зоопарк, как это было в свое время, с кроликами, да? Совершенно верно, да. Вы примете? Вы знаете, мы принимаем, конечно же, но куда? Люди просто, отвечая, если мы говорим нет, они говорят, ну, мне что, на улицу выбрасывать, что ли? Вот, такой мороз. Многие же действительно очень доброжелательно относятся к животным и говорят, ну, пожалуйста, заберите, потому что, ну, надевать некуда. И мы, естественно, этих животных забираем. И таким образом, вот, помните, когда вот год кролика был, ну, это же вообще было какое-то просто помешательство. И надо сказать, что после разъяснительной работы, которую мы вместе с вами проводили, мне кажется, люди все-таки стали более сдержаны в этом плане. И мне кажется, так и нужно делать. Не надо дарить живых животных. Они должны жить в определенных условиях. Эти условия нужно создавать. Вот. А когда вы пришли к другу, вот тебе мы подложили свинью. И вы действительно реально подложите свинью. Потому что человек не будет знать, что с ней сделать. Но если уж такое случилось в еде, они сильно прихотливы, я уж забочусь вдруг, не дай бог, и мне такой подарок. Вы знаете, вот в этом плане как раз никаких проблем-то и нет. Свинья всеядная, она может есть абсолютно все. Начиная от рыбы, косточки, травянистые растения, хлебушек, все что угодно. Она ест абсолютно все. Поэтому в этом плане выражение, когда мы кушаем, как свинки, оно совершенно нормально, потому что они действительно кушают все. Интересно, можно с ними гулять на улице, как с собаками? Это будет очень мило, если я представляю себя. Можно, можно. Они совершенно нормально поддаются дрессировке. И прогуливающихся... Я думаю, что в следующем году мы увидим много гуляющих по нашему городу людей, которые будут выгуливать свинок. Но я думаю, что люди, которые, допустим, живут в собственных домах, нет никаких проблем держать свинку. Это нормально, так будем говорить. Теплое помещение, которое в подвале или в каком-то там подсобном хозяйстве, это совершенно нормально. Но гуляющих по городу это не проблема. А сколько они живут? В природе вообще они живут до 12-13 лет. То есть у них недолг век, так будем говорить, поэтому немного они живут. Есть дикие же, конечно, это кабаны. Некоторые страны сегодня завлекают туристов таким образом. То есть, допустим, в Тунисе французы, которые обожают свою бывшую колонию Тунис, они приезжают специально в сутропические леса Туниса, где специально развозят определенную породу кабанчиков, которые живут именно в Тунисе для охотников. И на этом зарабатывают большие деньги туристическая отрасль Туниса. Сергей Викторович, у нас буквально 30 секунд до завершения эфира. Вы случайно не интересовались, сколько вот мини-пиги сейчас стоят в зоомагазинах? В среднем мини-пиги стоят до 10 тысяч рублей. То есть, в принципе, доступные. Да, в принципе, для компании, которая решила, допустим, сделать кому-то, подложить свинью, это совершенно недорого. Вы обрадуетесь, если вам вот коллеги сделают такой подарок? Нет, конечно же, нет. Нет, я не обрадуюсь, потому что я категорически против подарков живыми душами. А я к ним отношусь именно таким образом. Спасибо, что пришли к нам в студию за эту добрую беседу. Спасибо вам. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова